Три матча остается до официального завершения Наших соревнований Сейчас играют Газпром Энергохолдинг И Московский банк Сбербанка России Газпром Энергохолдинг ведет Борьбу за серебро Им нужно своим Оба матча выигрывать Московский банк Пытается Зацепиться За бронзу И для Московского банка Это заключительная встреча 24 очка наберет Столько же Сколько У Газпром Энергохолдинга По личным встречам В этом случае У Мосбанка будет преимущество Так что Если Московский банк выигрывает сейчас И Газпром Энергохолдинг Потом Не берет очки у Мосэнергосбыта То Газпром Энергохолдинг опускается На четвертую строчку А Московский банк Поднимается На третью При этом серебро При таких раскладах Берет спецсвязь Независимо от того Как в последнем матче Сыграют С Мосэнергосбыта В общем Внутри вот этой тройки И четверки Мы вращаемся Мосэнергосбыт Все свои турнирные задачи решил Пятое, шестое, седьмое, восьмое место Тоже давно уже распределены У Газпром Энергохолдин Как всегда длиннющая скамейка Это их первый матч У Московского банка Сегодня 1-2 От спецсвязи Поражение И 7-1 победа Над Татнефтью Сымаков Юшкин, казалось, бьет уже наверняка Отложенный фол У Энергохолдинга Юшкин Еще один удар мимо Мяш вольт Мяш вольт, парни Мяш вольт Аш Приходит сам Мосбанку играть через вратарь Селеков Селеков А ну, сразу не рискнул идти Притормозил чуть атаку, чтобы все расставились Вратарю надо было побыстрее расставаться С мячом Если бы еще секунду-другую снаряд контролировал То судья дал бы свисток Время вратаря ограничено, пока он не перейдет в центр Фролов не стал сам разворачиваться и бить Отыграл на Сидина Ворота были пустыми Вратарь был увлечен атакой Галактионов Галактионов Отлично открылся Сорвается Гэх на контратаку Три в три В равных составах Каждое судейское решение здесь Встречают споры сразу Встречают споры Встречают споры По владению мячом пока статистика все-таки в пользу Московского банка Лебакин снова закрывает угол Встречают споры Встречают споры Встречают споры Сиддин вводит аут. Гэх очень осторожно атакует. Пол в атаке, я снова споры, мгновенно. Две минуты до конца первого тайма. Кульбакин сыграл на выходе, вернулся и пока бежал к своим владениям, успел еще подсказывать, кто где должен располагаться. Юшкин хороший перевод, но снова подвела обработка. Саня, здорово, Саня, здорово. Застройки Иван Махачев. Время будет поиграть. Сиддин вновь, а esta. Бегу бы замедлили, при этом ранее. Сиддин. Сиддин вновь, а затем вновь, а затем вновь выбраться выбраться. Сиддин вновь, а затем вновь. Сиддин вновь! Можешь, можно? Перед надо, Сережа. Перед надо, Говорёвля. Перерыв. Можно вначале. Тогда вылезу потом. 2-0. Игра продолжается вторым таймом. 0-0 пока. Газпром Энергохолдинг и Московский банк ведут борьбу за 3 очка и за второе и третье места. Турнирная таблица. Всем нужна здесь только победа. По нарушениям правил 2-0. Ввалил у нас Газпром Энергохолдинг. Московский банк нарушений правил избегал. Гарфролова. Сидин с лёда пытался пробить, но тяжело было под мяч подстроиться. Просто пришлось махнуть ногой. Как ляжут мяч, так и ляжут. Белый свет, белый свет Стоит, стоит, вот болит О, все белый, белый Смотри, гад, что делать, быстрее Все, ходи вон Сдали, удали, удалю тебя туда Здесь Кто его, страхует? Симаков, очень не хватало его в прошлом туре. Иванов с мячом. Симаков, только сказали, что не хватало его в прошлом туре, как ошибся, благо есть Кульбакин. Общий список. Московский банк не тушует его перед прессингом. Перекладина, но там еще и рикошет был. Сидин на перехвате. Фолл против Сидина, на желтую карточку здесь заводятся игроки. Пытаются сразу их успокоить. Нужно сразу, чтобы успокоить, и первого, и второго. Номер три желтая у Спиро, номер шесть у Газброма. Сидин на перехвате. Что там по фолламу? Шесть у Газброма. Что по времени у нас? Шестнадцатый, не знаю, пять минут. Пять минут до стола. До конца матча пять минут. Отше время ведется по контролю. На секундомеру. Фолл у команды Газброма Даркокол два. У Московского банка один фолк. Сидин свободен. Гала на нашу, Гала на нашу. Гала на нашу. Гала на нашу. Хорош, хорош, увидел. Симаков сам полез на защитника. Вот отскок никто не караулил. Юшкин идет один на один. Где сыграл Кульбакин? Мне тоже показалось, что за пределами штрафной. Это лишение гола и значит красная карточка. Минутный дайм-аут берет Московский банк. Естественно, здесь спорно. Ровно четыре минуты до конца матча. Итак, четыре минуты до финального свистка. В меньшинстве остается Газбром Энергохолдинг на две минуты или до первого пропущенного мяча. Смотрим штрафной. Матч возобновляется после таймаута Московского банка. Удар пришелся в стенку. Благо, есть резервный голкипер у Газбром Энергохолдинга. Здесь нарушение правил со стороны Московского банка. Отскок в пользу Московского банка забивает. 1-0. И Газбром Энергохолдинг будет играть в полном составе. Собирается вскоре Газбром Энергохолдинг выпускать пятого полевого игрока, снимая вратаря. Селюков. Так, в пять полевых играет Энергохолдинг. Породы никем не защищены. Сидин. Селюков. Ну, придерживали сейчас Панова или нет? Вопрос спорный. Ровно две? Давай, давай. Две минуты, когда сам начал. Один сорок пять минут. Пока дошел. Ну и скажи, кто мужики входит. Три Гэха, два успеха. Меньше полутора минут до конца. Гоу. Энергохолдинга еще не началась последняя минута. Шансы еще есть. Угэ. Минута осталась. Минута осталась. Передача двадцать семь забил. Жаркая концовка, безусловно, нас ждет и в этом матче, и в оставшихся двух играх. Локтионов продолжает защищать ворота. В конкретно этом моменте можно было выпустить Румянцева. Со скамейки, как подсказывают, не выпрыгивать. Сиди не попадает. Жалов. Юшкин. Что дополнительным прибавляет интереса, что табло сейчас не работает. Игроки не знают, сколько точно осталось до конца. Каждая секунда для них как последняя. Румянцев возвращается основной вратарь, чтобы не пропустить последние атаки. Судья готов дать свисток. Все. Додержали ничью. До встречи. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok